Добрый день, друзья! Сегодня мне на глаза попалось очень интересное пророчество 18 века. Оно принадлежит известному религиозному деятелю 18 века Элияху бен Шлома Залману. Это иудейский раввин Виленский Гаон. Родился Гаон Виленский в 1720 году в городе Селец Брестской области, Великое княжество Литовское. Это территория современной Белоруссии. Скончался Гаон в 1797 году в городе Вильно. Собственно говоря, поэтому у него фамилия Виленский по названию местности, в которой проживал этот религиозный деятель. И вот предсказание. Гог и Могог придут с севера. Это Россия и Украина. Война между Россией и Украиной является знамением скорого пришествия Машиаха, Мессии. От этой войны никто в мире не выиграет, кроме Спящего Дракона. Новый Увилон будет разрушен до основания. Друзья, теперь давайте разберемся с этим предсказанием. Что касается Спящего Дракона. Многие комментаторы считают, что речь идет о Китае. Но Китай никогда не назывался Спящим Драконом. Он позиционирует себя, как Красный Дракон. Скорее всего, речь идет о Человеке. О Мессии, возможно, который родился в год Дракона. То, что он спит, означает, что человек до последнего мгновения сомневается в своем высоком космическом предназначении. Что касается Нового Вавилона. Здесь есть вопросы. Поскольку в современной истории Новым Вавилоном чаще всего называют Нью-Йорк. Однако с середины 90-х годов Новым Вавилоном также называют и Москву. В связи с этим, хотел бы вам показать одну очень интересную фотографию. Это иллюстрация на одном религиозном сайте мусульман, который посвящен приходу долгожданного 12-го имама Махди. Обратите внимание, на заднем плане Махди, который стоит на границе с выжженной землей, мы наблюдаем погибший город, по всей видимости, от ядерного взрыва. Так вот, вдалеке, на заднем плане, четко просматриваются контуры двух башен-близнецов. Нью-Йорк. Но, однако, мы знаем, что 2001 года этих башен не существует. Так вот, аналогичные башни находятся в Москва-Сити. Я в этом году, только буквально в августе 2022 года там был и нашел несомненное сходство с башнями-близнецами в Москва-Сити. Россия и Украина. Конечно, всегда эти два государства были прикованы, приковывали внимание всех религиозных деятелей, в том числе и Гаона Веленского, который является одним из самых знаменитых, самых известных иудейских раввинов в истории человечества. Он сделал очень много предсказаний, но вот это предсказание, касающееся пришествия Машиаха, Мессии, оно является самым известным. Теперь, что касается самого Машиаха. Достаточно вспомнить Рериха или Елену Блаватскую, Николая Рериха и Елену Блаватскую, которые утверждали, что Машиах, Махди, Будда Матрея и Христос – это все одно лицо. Я склонен согласиться с мнением великих мыслителей, что действительно это один человек. Во всех религиозных течениях и направлениях это один человек, который изменит мир. Благодарю за внимание. Да, по скрипту. Хотел бы вам еще показать одну фотографию, которая косвенно указывает на то, что мы имеем дело с грядущей ядерной апокалипсисом. Это известная картина похороны Сатаны XIV века, которая находится в городе Верона, в католическом соборе современной Италии. На этой картине, внимательно посмотрите, на одеяле цвета георгиевской ленточки четко просматриваются контуры двух ядерных взрывов. По-видимому, художник знал о грядущей катастрофе и попытался донести нас вот в таком замаскированном виде, используя методы криптографии. Продолжение следует...